Переходим к нашему последнему сегодняшнему испытанию, приятному испытанию. У нас сегодня будет медитация для укрепления нервной системы, улучшения нашего состояния внутреннего, успокоения нашей психики. Медитация Будды. Мы сидим таким образом, что левая рука у нас будет находиться на ногах. Мы можем для этого сесть в позе лотоса, если хотим. И правая рука у нас будет находиться в ген-мудре на уровне груди, в центре груди, прям кружок будет находиться. И у нас вдох будет идти на 6 секунд, медленный вдох через нос, задержка на 6 секунд. И дальше на 6 секунд мы выдыхаем через нос. Затем опять вдох через нос на 6 секунд, задержка на 6 секунд и выдыхаем. На 6 секунд. И мы все это будем делать в течение 7 минут. Шейный замок небольшой имеет место, подбородок немного подут на груди. Левая рука смотрит ладонью наверх. И мы можем начинать. Затем. 1. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Большое спасибо, у нас было чудесное занятие. Если у вас есть большое желание, то вы можете остаться на небольшую лекцию. Мы сегодня будем говорить про несколько чакр. Мы будем говорить сегодня про чакру Муладхару. И мы будем сегодня говорить про чакру Сватхисхана. Мы работали сегодня с Муладхарой чакрой и со Сватхисханой, со второй чакрой. У меня такое впечатление, что эти лекции мы еще не записывали. И что мы можем сказать про сексуальную чакру вкратце, про сакральную чакру. Вторая чакра находится в районе сексуальных органов. И по некоторым источникам говорится о том, что это дом Кундалини. И это место нашей креативной сексуальной энергии. Это источник нашего креатива, нашего творчества, нашей сексуальной энергии. И всегда обозначается этот центр ярко-красно-оранжевого цвета. Человек, который находится в балансе, может направлять мощнейшую репродуктивную энергию для других творческих активностей, для других творческих задействованностей. Потому что энергия, которая первоначально была для нас приготовлена, уготовлена во имя продолжения рода, мы можем направлять её по другим назначениям. Не говорится о том, что более качественным назначением, потому что продолжение рода является очень качественным, достаточным назначением. Но мы можем также использовать эту энергию в различном творческом нашем проявлении. Творчество, ну, любой момент может быть творческим. Наше восприятие мира может быть творческим. Мы видим мир окрашенным по-другому, потому что мы воспринимаем его на уровне высших центров совокупного сознания. На уровне манипуры так мы мир воспринимаем, да? Логика, бизнес хорошо резонируют на уровне третьей чакры. Бизнес тоже может быть творческой деятельностью. Анахата чакра – сострадание, понимание, любовь. Различные красивые анахатные энергии. Как может проявляться сострадание, милосердие. Тоже творческим образом может это проявляться. Это тоже энергия творчества наша, сексуальная энергия. Трансмутированная энергия на более качественные уровни совокупного сознания. Вишутха чакра – тоже чакра творчества. Рисуем, поем, сочиняем стихи, декларируем. Аджна чакра – различные видения к нам приходят, да? Интуиция. Тоже, когда сексуальная энергия трансмутируется, добирается до уровня аджны чакры, проявляется это таким образом. Высшие ментальные функции. Абстрактные различные понятия сахасрара чакры, да? Коннекция с Богом, вдохновение, да? Люди пишут стихи, улавливают музыку различную, да? Ноты определенные складываются определенным образом, и мы начинаем сочинять и писать красивую музыку, которая сходит к нам откуда-то свыше, да? Формулы различные, формулы химии, физики, законы всевозможные. Это тоже наша витальная энергия, сексуальная энергия, добравшаяся до высшей чакры и стимулирующая эти центры совокупного сознания для приятия этих центров нисходящего нашего потока энергий с космоса. Так что это все очень важно понимать. И чакра свадхисхана у нас является источником нашего удовольствия. Мы чувствуем удовольствие в самих себе, на этом уровне сознания. Мы можем стимулировать свадхисхану чакру купанием в ваннах, мы отдыхаем в ванне при свечах, ароматы всевозможные. Эта чакра любит прикосновения к нашему телу, массажи. И переходим дальше к муладхаре чакре. Муладхара чакра – это первая чакра, корневая чакра. Находится она в районе ануса, копчиковое сплетение. И она ассоциируется с качествами стабильности и уверенности. Мы чувствуем себя уверенно на своих ногах, мы ставим уверенно на земле. Стабильность такая, стабильная психика, уверенность в завтрашний день. Это говорит о том, что у нас хорошо проработана чакра муладхара. Уверенность в материальном нашем существовании, в материальном мире. И когда она хорошо функционирует, человек чувствует себя комфортабельно в своем теле. Человек чувствует себя комфортабельно в физической реальности, в материальной реальности. Некоторые люди, бывают, уходят от ощущения своего тела. Различные проблемы могут быть, да. Люди не могут любить свое тело. Анорексия – проблема, да. Люди все время вырывают, им не нравится еда, которую они употребляют. То есть питание физического тела не приносит им удовольствия. Им все время кажется, что они слишком полные. Или если они слишком худые, им не нравится, как они выглядят. То есть это, очевидно, является одной из проблем муладхары чакры. Когда люди не любят свое тело. Различные сексуальные детфункции, расстройства, основанные на том, что человек ненавидит свое тело. Может быть, это связано с детством, с какими-то травматическими моментами. Но, тем не менее, всегда хорошо работать с корневыми замками. Да, делать корневые замки. Мула-банху, стимулировать корневую чакру. Делать упражнения на корневую чакру. Ходить по земле, больше бегать, больше делать физической активности. Для того, чтобы быть более в ладу с самим собой, своим физическим телом. Чувствовать себя уверенно в своем теле. Здоровый дух в здоровом теле. Нету здорового тела, нету здорового духа. Мы начинаем ненавидеть части себя. Функциональность определенную, собственно, ненавидеть. И это есть дисфункция уже ума. Идет в ум эти проблемы к нам. Мы уже умом начинаем некачественно мыслить. Исходит это все как бы из нашего первого центра. И часто эта чакра изображается, как диск светло-красного цвета. Такой не темно-красный, а светло-красного цвета диск. И вот, что можно сказать по поводу чакры Муладхары. У нас закончилось сегодняшнее занятие. Закончилась небольшая лекция по поводу Муладхары и Свадхисханы. Мы будем продолжать на английском языке наши занятия на следующей неделе. На русском языке, я думаю, занятие на завтра будет иметь место. Я пришлю вам информацию по поводу занятия на уикенд. И всем сатнам, всех благ. Большое спасибо за вашу энергию, сатнам. Если я засыпаю во время медитации. Ну, значит, это в системе положено засыпать во время медитации. Бывает, что полезно слушать свое тело. Засыпаешь во время упражнений медитации, значит, телу этому нужно. И все, пускай тело засыпает. Но иногда бывает, что просто еще не привыкло тело к каким-то вибрациям, да, или манипура чакра недостаточно сильно развита, и энергия не может подниматься и стимулировать высшие центры для того, чтобы мы находились в сознании во время медитации. У меня много раз такое было, и сейчас, если я не уставшая, то я в медитации не засыпаю. Но если я уставшая, я засыпаю. Но если, опять же, у меня манипура чакра плохо прокачана, энергия не течет наверх, не продвигается наверх в высшие центры, я также могу заснуть просто потому, что энергия заседает на внешних центрах, и выше не поднимается, и мы как бы засыпаем. То есть бывает это по некоторым причинам. Но, тем не менее, если вам хочется спать, спите, а манипура чакры вы можете качать в течение дня. Все, счастливо, садна. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok